Изначально общее число участников было 297 человек. И с каждым днём количество бойцов в любой из лесовых категорий сокращается в половину. А ведь здесь лучший из лучших. Боксёр должен выиграть сначала первенство своего города, потом области, потом округа. И только тогда попасть в Оренбург. Здесь же отбор будет в сборную. Я думаю, мальчишки будут стремиться, потому что уровень высокий. И сколько федеральных округов приехало? Порядка 10. Поэтому я думаю, что у них волнение есть, конечно, но победитель сильнейший. Редеют составы каждой сборной, в том числе и нашей. Во второй день турнира проиграли базулучанин Мудрецов, Оренбуржцевисков и Ярмухаметов. Сегодня та же участь постигла ещё троих наших. Выиграли свои стартовые бои, но уступили в следующем этапе сорочинец Бачин, арчанин Арнаутов и грачёвец Янакян. Зато уже две победы, причём обе над москвичами, в активе солиличанина Туктарова. Также прошли в следующий раунд Оренбуржцы Бесимбаев, Зобнин, Шудобаев и брат Данилы Охлебникова Илья. Так что, несмотря на потери, шансы на медали определённо неплохие. Нам надо бы, чтобы у нас два боксёра попали официально, не официально, а 100% в состав сборной, с тем, чтобы потом ставший тренер мог выбрать, кого на Европу, кого на Мед. Последним из наших, в весе до 54 килограмм, в дело вступит базулучанин Виктор Раков, член юношеской сборной страны. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня.